Здравствуйте! В эфире специальный выпуск. Главной спортивной темой последних дней стала организация Европейской футбольной суперлиги. Однако в связи с угрозой санкций со стороны УФА, многие клубы-организаторы решили отказаться от участия в данном проекте. И проект был приостановлен. И сегодня об этом мы поговорим с нашим гостем в студии. Это бывший игрок сборной Азербайджана Аслан Киаримов. Здравствуйте, Аслан Киаримов. Здравствуйте. Добро пожаловать нам в студии. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какие отрицательные стороны были именно в организации проекта Европейской суперлиги? Вы знаете, отрицательные стороны. Если вообще в общем посмотреть, то спорт, в частном случае футбол, ассоциируется с дружбой народами, с дружбой фейерплеем. По большей мере. А тут как бы выходит так, что отделились от других команд. И смотреть высоко на другие команды, это как-то немного негативная сторона этого вопроса. Думаю, что это самая главная негативная сторона. Поэтому как-то неправильно, потому что и Барселона, и Реал Мадрид, и все остальные клубы, они достигли до этой уровни, не играя только между собой. Они играли и другими клубами тоже, и достигли до этих высот. И поэтому после всего этого смотреть на другие клубы и отказаться с ними играть, это как бы неправильно. То есть это немножко неуважение к лучшему уровню. Да, неуважение к соперникам. Понятно. Ну вот УЕФА буквально сейчас прошло заседание сполкома, объявило о том, что не будет штрафовать, не будет применять санкции клубам-организаторам турнира. Но вот накануне Барселона объявляла о том, что было заявление о том, что она не собирается выходить из проекта Суперлиги. Давайте послушаем заявление команды по этому поводу. При учете нынешней социально-экономической ситуации существует необходимость структурных реформ. В этом контексте Совет директоров Барселоны принял в срочном порядке предложение об участии в качестве члена-учредителя Суперлиги турнира, призванного улучшить качество и привлекательность продукта, предлагаемого футбольным фанатам. Решение было принято с убеждением, что отказ от возможности стать частью этого проекта в качестве одного из его учредителей был бы исторической ошибкой. Как вы думаете, насколько было правильным решение команды не выходить из Суперлиги в данный момент? Я думаю, что практика уже показала, что это вообще затея. Она сама уже не оправдала свои доверия, не оправдала себя, потому что и болельщики других клубов, они все отказываются от этой игры. Опять же, я думаю, что в короткое время они вернутся, опять же, в общую UEFA, в семью UEFA, как бы, потому что самому одному оставаться, как бы, или там 2-3 команды, это как бы утопия просто. Потому что то же самое и Барселона, и Реал Мадрид, они выступают и взяли свои популярности, не только играя между собой. Да, El Clásico это самая, скажем так, интересная для мира игра между двух клубов. Но, опять же, и тот же самый Eibar, например, если взять, например, у испанского клуба, играя с ним, они тоже проигрывали и выигрывали. Поэтому и интернациональные игры Барселоны, как бы, они тоже бывают очень интересными. Я думаю, что на короткое время они уже откажутся от этого мысля, потому что оставаться одному в этом футбольном мире, я думаю, что никто не будет хотеть. Но вот создаст ли это трещину в отношении с болельщиками сейчас? Ну, знаете как, я думаю, что есть, наверное, некоторые болельщики тоже, которые хотят играть в Суперлиги, чтобы хотят играть их команды в Суперлиги. Но, в общем, болельщики, они, как бы, против этой мысли, как бы. Но, думаю, что после того, как они вернутся в UEFA, я думаю, что в короткое время все обиды останутся позади. Потому что при каждой выигрыше клуба болельщики, они, как бы, радуются этому и думают, что это все быстро забудется. Но если долго протянется, я думаю, что они могут потерять много болельщиков. Ну, то есть, первое время тогда выигрывать надо, чтобы быстрее простили. Естественно, да. Вообще, такие клубы, как Барселона, Реал Мадрид, Манчестер, Ливерпуль, эти клубы при одном поражении, они могут потерять много болельщиков. Естественно, у них очень много таких ярых болельщиков. Но, опять же, если взять в целом, в мире очень много у них толпа болельщиков, скажем так, фанатов. Поэтому при каждом вопросе, неправильном вопросе, они могут потерять часть их. А болельщики, это, как бы, и финансовая сторона клуба. А вот мог бы возможность старт турнира именно принизить значимость таких турниров, как Лига Чемпионов или Лига Европы и УЕФА? Я думаю, что если бы приняли это все, если бы началось это все, думаю, что и Лига Чемпионов, и Евролига, она бы потеряла бы интерес. Потому что, опять же, все болельщики, они любят смотреть игры гранда футбола. Потому что у них есть звезды, футбольные звезды. И если бы они сыграли отдельную какую-нибудь Лигу, то Лига Чемпионов потеряла бы свой интерес вообще. Поэтому думаю, что не будет вообще этого Лиги, как бы, Суперлиги. А если было бы, то потерял бы интерес. Возможно, Лига Европы меньше бы потеряла интерес, чем Лига Чемпионов. Ну да, если сравнительно взять, только единственные Манчестер Юнайтед играют часто. И Милан, да. Может быть, да. Ну, тяжело говорить об этом, потому что сама по себе, как бы, ситуация вообще невиданная. Как бы, мы никогда не сталкивались с такой ситуацией, чтобы отделялся какая-то группа клубов, создали себе Лигу какую-нибудь вне УЕФА. Поэтому тяжело планировать, предсказывать что-то. Ну, по крайней мере, Лига Чемпионов, она бы конкретно потеряла бы свой интерес. Потому что все эти команды, они частые участники Лиги Чемпионов. Поэтому, а Евролига, она под вопросом, как бы, 50 на 50. Ну, вот мы знаем, что в начале с проекта вышли английские клубы, затем и некоторые другие, Атлетика, Интер. То есть, как вы думаете, что побудило эти клубы выйти? Все-таки больше санкций со стороны УЕФА или все-таки болельщики и вот такая всеобщая любовь у себя в городе? Мне кажется, и то, и другое. Потому что, опять же, как я говорил, болельщики – это то и есть финансовая сторона клуба. И потерять много болельщиков, никакой клуб не будет хотеть этого, потому что финансовая часть – это держит клубы на ногах. И второе то, что, потому что все связано с УЕФА. И все эти турниры, Лига Европы, Лига Чемпионов – это все связано с УЕФА. И терять такого партнера, как УЕФА, как бы, никому не хотелось. Я думаю, это была какая-то спонтанная идея кого-то. А после этого все подумали, что да, мы можем хорошо заработать. И в какой-то момент они очнулись, я думаю, что если посмотреть на перспективу, они тоже не, скажем так, умные люди там тоже сидят. И они тоже посмотрели на перспективу, они видят, что дальше нет будущего такого проекта. Поэтому и многие отказались. Что интересно, что клубы Германии не участвуют в этом. Да, потому что если посмотреть, опять-таки, структуру клубов в мире, самая лучшая структура в мире считается Бавария. И такой клуб, как Бавария, если отказывается, то, думаю, что это кое-что говорит. Может быть, отказ Баварии побудил как раз-таки такой быстрый процесс их выхода из этого проекта? Я думаю, что они заранее посчитали, что этот проект вообще утопия. А этот проект не пройдет вообще, поэтому и они не согласились заранее. То есть это больше было эмоциональное решение? Я думаю, по-моему, это было давно-то когда-то. Мне кажется, что Феррентин Перес, по-моему, президент Реала Мадрида, он когда собрал Галактикос, если вы помните, Зидан, Фидо, Роберто Карлос, Рональду. Все эти игроки, когда он собрал, он мечтал тогда, по-моему, об этом, что он хочет создать такую лигу, чтобы все звезды там играли. Но это опять-таки это просто сон какой-то. Ну, то есть это была тогда, возможно, только его идея, но не других клубов. Думаю, что породил он, мне так кажется, потому что об этом и писали в европейских СМИ, что эту идею вообще, по-моему, преподнес Перес. Потом уже другие поймали это. Опять же, это все связано с финансовой стороной, потому что, да, те клубы, которые имеют звезд, они имеют больше, как бы, грандов на рекламе, больше денег имеют от рекламы. И они не хотят этим делиться. Это, опять-таки, где происходит бизнес и деньги, там возникают какие-то вопросы. Но я думаю, что дальше этого не пройдет все это. Ну, вот еще такой вопрос. UEFA грозил санкциями и дисквалификацией всех турниров под эгиду UEFA, если эти клубы будут участвовать, как клубы-организаторы. Могло бы это вызвать интерес таких средних клубов, то, что у них было бы больше шансов в своих лигах занять места и в Лиге Чемпионов пробиться, с середняков. То есть могли ли они поддерживать интерес этой Суперлиги, даже не участвуя там? Нет, не думаю, что они поддержат, потому что поддерживая Суперлигу, они, как бы, противостоят, опять же, UEFA. Поэтому не думаю, что средние клубы, они бы поддерживали бы это. Потому что, опять же, это UEFA, она создает, она объединяет все страны, все клубы вместе. И это уже сколько, наверное, сто лет уже все это так происходит. Поэтому выйти против UEFA, как бы, ставить крест на свое будущее, однозначно это так. Поэтому я не думаю, что средние клубы-среднячки, они бы согласились. В глубине души, может быть, я не знаю, наверное, они откровенно, они не высказались бы. Но в глубине души они могли бы как-то рассчитывать на то, что если эти Гранды не будут участвовать, мы можем бы занять какие-то места. Но в открытую они не пошли бы никогда. Но лига бы интерес потеряла и национально. Естественно, понимаете, потому что эти те клубы, которые мы считаем, то же самое Реал, то же самое Барселона, Манчестер Сити, Юнайтед. Ливерпурт. Да, Ливерпурт. Они все имеют у себя всех звезд футбольных. И футбол смотрится на зрелище, она на то и зрелище, потому что там играют звезды, такие как Месси, Роналду. Поэтому и все хотят смотреть на их игры, а не среднячков. Поэтому, если бы их не было бы, я думаю, что футбол бы вообще потерял бы интерес. Но и опыт игры против сильных соперников тоже терять не хотелось. Конечно же, конечно же. Футбол все развивается, понимаете. Тут дело в том, что как больше ты играешь с разными соперниками, даже слабыми, потому что Барселона и стала Барселоной, потому что они играли против слабых. Когда-то слабые клубы обороняются, очень компактно обороняются. Как разбить это? Это философия сама, она вышла из-за того, как разбить такую оборону. И поэтому они развиваются. А играть все время с Ливерпулем или с Реал Мадридом, так ты много не будешь развиваться. Поэтому развивается тогда, когда ты играешь очень многими соперниками, очень разными соперниками. Тогда и футбол развивается. Ну и в завершении этой темы хотелось бы узнать, каким вы видите будущее этой суперлиги и будет ли оно вообще? Я вообще не вижу, честно говоря, моё мнение такое, что это просто может быть какая-то была идея. И эта идея уже не действует, потому что очень многие отказались от этого. И такая организация, как УЕФА, она лидирует в данный момент, скажем так, в мире, потому что самые лучшие чемпионаты проходят в Европе. И пойти конфликт с такой организацией, я думаю, что это утопия, как бы. И эта лига, суперлига, скажем так, она не будет, больше разговоров она не пойдет, не думаю. Но даже АФА поддержал УЕФА в этом вопросе. Естественно, я думаю, что не только АФА вообще, все страны, все союзники УЕФА, они поддерживают. Единственное, тут против идут только лишь президенты клуба. Руководцы. Да, руководство. А сами федерации, они не хотят комплектовать и не хотят вообще, чтобы была какая-то отдельная лига. Потому что это и сборная, а касается и команд сборных, естественно. Поэтому я не думаю, что дальше разговоров это не пройдет. Ну вот вы коснулись темы сборных. И такой вот последний вопрос. Стали объявлены города, где пройдут матчи МИАТ Европы. Игры, которые должны были пройти в Бильбао, пройдут теперь в Севиле. И матчи, которые в Дублине должны были состояться, состоятся в Санкт-Петербурге. В Баку, как и запланировано, пройдет 4 матча. 3 матча группового этапа и 1 матч этой финальной стадии. Что значит этот турнир для нас, для Азербайджана? Для Азербайджана это значит то, что мы, как страна, уже можем провести большие мероприятия. Как мы доказывали это. Для развития футбола это, естественно, наши болельщики будут увидеть таких грантов турецких своих собратьев, скажем так. Потом они сами почувствуют в себе сам турнир этого. Ну да, естественно, мы хотели, хотелось бы, чтобы наша сборная играла, участвовала в этом турнире. Но болельщики, они как бы почувствуют в себе весь этот эмоции, такие огромные эмоции игр чемпионата Европы, чемпионата мира. Как бы такие большие турниры. Я думаю, что одно дело ехать куда-то, в какую-то страну, а другое дело сам принимать. Это как бы для наших болельщиков будет огромной эмоцией. Это незабываемо как бы. Понятно. Ну что ж, спасибо большое Аслам Алим. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студии. Спасибо, что ответили на вопрос. Вам спасибо и удачи всем. Спасибо. Напомню, что нашим сегодняшним гостем в студии был бывший футболист сборной Азербайджана Аслан Керимов. Берегите себя и своих близких. Спасибо.